Приветствую вас, Сергей. Человек бросает курить, как правило, по двум причинам. Потому что он сам понимает, что хватит, и потому что его вынуждают. Тем не менее, эти две причины, как правило, не решают самую главную проблему. Проблема того, почему человек вообще начал курить. То есть, как так вышло, да, что человек курит, ну, образно выражаясь. То есть, человек всегда начинает курить, потому что это редко бывает, вот, знаете, просто так. То есть, вот, ну, грубо говоря, я курю, да, просто потому что, вот. Ну, это очень редко бывает, такая история. Гораздо часто, гораздо чаще люди, они курят по определенной причине. Ну, вот. И надо бы эту причину найти. То есть, надо бы понять, почему вы начали курить. По какой причине вы начали курить. Что привело вас к, ну, к курению, грубо говоря. Грубо говоря, да? Вот. Понимаете? Какая история. И вот, если понять данные аспекты, да, почему вы начали курить, то уже можно будет о чем-то говорить. Уже можно будет о чем-то, что-то здесь вам рекомендовать. Понимаете? Поэтому ваши нервные срывы, они, скорее всего, связаны именно с тем, что куря, скажем так, да, куря, вы удовлетворяли какие-то свои потребности. Ну, реализовывали какие-то свои желания, может быть, можно и так, в принципе, сказать. Вот. Перестав курить, вы перестали удовлетворять свои желания. И, собственно говоря, именно поэтому у вас и начались нервные срывы, потому что те проблемы, которые вы решали за счет курения, они теперь перестали решаться. И вы, не имея возможности, ну, удовлетворять себя и решать свои проблемы, а точнее, не имея возможности бежать от проблем, как вы это делали раньше. Вот. Вы испытываете на себе их самое, что ни на есть, гнетущее давление. Вот. К сожалению. Поэтому я полагаю, что данное состояние вполне нормальное, вполне естественное и закономерное. Правда, вам, конечно, от этого ничуть не легче, потому что, ну, понятно, что вам плохо, понятно, что у вас, собственно, нервные срывы, вот, возникают. Вот. А поэтому здесь нужно разбираться. Здесь нужно разбираться. Обратите внимание на то, что вы не задаете вопрос. То есть вы ничего не спрашиваете. То есть вот просто вот, ну, начались нервные срывы у меня, да, грубо говоря, начались нервные срывы. И все. Что вы хотите? Хотите, чтобы нервные срывы прекратились? Хорошо. С этим можно и нужно работать, чтобы нервные срывы прекратились. Чтобы понять, что их вызывает, нужно проанализировать, что с вами происходило в жизни. Нужно проанализировать, например, ну, хотя бы нужно проанализировать то, как вы начали курить, например, хотя бы. Вот, как один из вариантов. Вот. И там уже будет более-менее понятно. А так вы, по сути, ничего о себе не рассказали, так вы, по сути, ничего о себе не прояснили. Вот. И помочь вам будет в этом, при текущем уровне информации достаточно сложно. Вот. Объективно, объективно, конечно, можно предположить, что сигареты вам давали, ну, как правило, сигареты дают спокойствие. Как правило, сверхсигареты дают вам чувство такую защищенность. Как правило, сигареты позволяют человеку чувствовать себя, ну, по-другому. Вот. Грубо говоря, сигареты отвлекают. И вы отвлекались от своих проблем, вероятно. А теперь вам больше уже некуда отвлекаться. Теперь у вас уже некуда перебрасывать свою энергию, которая не находит, значит, ну, выхода, по сути. Вот. Понимаете? И поэтому вам и так тяжело, поэтому вы и себя так вот чувствуете. А, сейчас. Вот. Ну, опять же, я так думаю, думаю, как бы, да? Я так думаю, исходя из того, что вы написали. Нервный срыв почти всегда это подавление эмоций ваших. Это подавление желания, подавление чувств ваших. И, соответственно, нужно определить, какие это чувства. Вот. И уже тогда можно будет о чем-то говорить. Если мы хоть можем определить, что у вас за чувства, какие чувства вы подавляете, и почему, то, естественно, сможем вам помочь. Что, в общем-то, мне кажется, вполне логичным. Вот. Вопрос заключается в том, готовы ли вы реально работать в этом направлении. Потому что, ну, вот, судя по тому, что вы написали, да, судя по количеству информации, которую вы дали, что вы не очень готовы разбираться с тем, что с вами происходит. Если не готовы разбираться вы, то готовы ли разбираться мы? Понимаете, да? О чем идет речь? Так что, здесь вот я рекомендую вам именно с этой позиции смотреть на данную ситуацию. Вы можете обратиться, в принципе, к любому из наших специалистов, и мы вам с радостью поможем. Разберемся в вашей ситуации, поможем вам в вашей ситуации. Вот. Проведем психотерапию и так далее. Все это реально. Вопрос еще раз в том, чего вы для себя с вами хотите. Вот. Понимаете? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за внимание.